Он дал нам сегодня воскресный день Славьте Бога, славьте песня пеньем Славьте, славьте жизнью всей своей В стройном пенье, в радостном хваленье Средь мучений и среди скамей Славьте Бога, славьте всей душой Нас он спас собой Славьте Бога, слава вечная ему Славьте Бога, каждое мгновенье В чувствах ваших, мыслях и делах За Его Творца долга терпенье К миру гибнущим ума греха Славьте Бога, славьте всей душой Нас он спас собой Славьте Бога, слава вечная ему Славьте Бога, славьте всей душою За его великую любовь Что от смерти спас он нас собою На кресте пролил святую кровь Славьте Бога, славьте своей душой Нас он спас собой Славьте Бога, славьте всей душой Нас он спас собой Славьте Бога, слава вечная ему Славьте Бога, славьте бесконечно Скоро сам во славе придет И своей любовью чудной вечной Всех спасенный дом свой приведет Славьте Бога, славьте всей душой Нас он спас собой Славьте Бога, славьте всей душой Нас он спас собой Ой, славьте Бога, слава вечная Ему. Что за друга мы имеем? Нас он в жизни пробудит. В нем мы счастьем владеем, В нем источник вечный сил. А как часто мы страдали, Боль тебя напрасно там, Где просить мы забывали, Чтоб один помог он нам. Искушенье нас тревожит, Пытки тяжкие для того, Каждый пусть из нас возложит, Сквозь свою всю на Него. Он один в свете вселенной, Может свет с детьми пролить. Лишь Христос один наверно Может горе облечить. Он один в свете вселенной, Может свет с детьми пролить. Лишь Христос один наверно Может горе облечить. Искушенье нас тревожит. Мы под зноем Этой жизни суетной Сердце лишь ему откроем И он даст душе покой Если нас друзья забыли Скажем Господу о том И Христос стояли в силе Что он верный друг во всем Если нас друзья забыли Скажем Господу о том И Христос стояли в силе Что он верный друг во всем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогой, Алма-Отче, 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 Ты со мной. Аллилуйя, Аллилуйя, Возьмец Небесный, дорогой. Аллилуйя, 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 Ты со мной. Алла-Отче, Алла-Отче, Отец Небесный, дорогой. Алла-Отче, 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 Ты со мной. Алла-Отче, 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 Ты со мной. Алла-Отче, 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 Дорогой. Алла-Отче, 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 Ты со мной. Мы, конечно, лично его не знаем, но мы слышали, очень много в Библии говорится о нем. Но перед тем я задам такой вопрос. Как часто нам приходится говорить, может, своим детям повторяться, попросить их что-нибудь, они не делают. Скажешь им, они не делают. Или, может, на работе попросил кого-то что-то сделать, они не делают. Сказал, сделай, они не делают. И, я думаю, есть разные причины, почему нас иногда не слушаются. И я прочитаю несколько мест, и мы поразмышляем. Это первое место будет Второзаконие, 31 глава. Я начну с 6 стиха. Это Моисей говорит, сперва к народу, а потом он говорит к Иисусу Навину. 6 стих. Будьте верны и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет пред тобою и не отступит от тебя и не отставит тебя. И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему, будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Потом 23 стих. «И заповедал Господь Иисусу сыну Навину и сказал ему, будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». Следующее место я хотел бы прочитать, это книга Иисуса Навина с первой главы, я буду читать несколько стихов выборочно, шестой стих и ниже. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, «Ибо с тобой, Господь Бог твой, везде, куда не пойдешь». И знаете, я читал это место не сильно давно и как-то так подумал, почему Господу или почему сперва Моисею пришлось сказать Иисусу Навину «Будь тверд и мужествен». Он сказал это ему перед всем народом. Потом сам Господь несколько раз, четыре раза Он говорит «Будь тверд и мужествен, будь тверд и очень мужествен». Почему пришлось Господу говорить и повторяться Иисусу Навину? Мы знаем, что Иисус Навин, он был, там написано, от своей юности он был служителем Моисея. Он всегда был с Моисеем. Когда Моисей ходил в Скинию, он был возле Скинии. Когда Моисей уходил от Скинии, он оставался там. Он был тем человеком, которого сам Моисей избрал. Он его выбрал, сказано, когда он еще был юношей. Но интересно, он выбрал его, или когда он выбирал, чтобы послать этих людей, заглядателей или этих разведчиков, то там написано, что «возьми главных из колен». Но этот главный был юноша почему-то. Но все равно он всегда был с Моисеем. Он видел, как Господь общался с Моисеем, как Господь пребывал, как Господь говорил. Но почему-то пришло время, когда он знал, что Моисей будет уходить, когда Господь возлагает на него труд, возлагает на него весь этот народ. Наверное, что-то случилось с ним, потому что Моисею пришлось говорить, Господу пришлось говорить. И даже сам народ, он говорил, он как бы повторял, «Будь тверд и мужествен». Знаете, мы часто, как люди, нам иногда не нравится, когда нам повторяют, когда нам говорят несколько раз. Мы начинаем нервничать. Мы, знаете, думаем, зачем нам повторяться. Я первый раз тебя слышал. Но мы видим, что Господь, не только Господь, Моисей, Господь, сам народ, он говорил и повторял эти слова Иисусу Навину. Имя или Иисус Навин, его имя сначала было Осия. И потом, когда Моисей послал этих людей, 12 человек, чтобы они увидели эту землю, он переименовал или дал Осии другое имя. Осия – это означает спасение. А Моисей его переименовал в Иисус, что значит «Господь спасает». Не Осия спасет людей, а Господь спасает. И знаете, когда Моисей заканчивал свое время на этой земле, Господь сказал ему, «Он говорит, Иисус, Сын Навин, который при тебе, Он войдет туда. Ты не войдешь в эту землю обитованную, но ты Его утверди. Ты Его утверди, чтобы Он был тверд, чтобы Он был мужествен, потому что Он будет идти перед ними, и Он будет ими руководить». И когда Моисей, там написано, когда Моисей возложил руки на Иисуса Навина, Иисус Навин исполнится духом. И все люди видели, что Господь с Иисусом Навином, что Господь не оставил их. И вы знаете, но все равно Господу надо было утвердить Иисуса Навина. Ему надо было показать, что не ты будешь руководить этим народом, но я буду руководить. Я хочу тебя использовать. И я думаю, что Иисус Навин, там написано, что «не страшись и не ужасайся». Я думаю, что это не просто так было написано. Я думаю, что у Него был какой-то страх, который можно было видеть другим людям. И я думаю, что было много разных причин, почему у Иисуса Навина появился этот страх. Он знал, что Моисея не будет рядом, что только он будет. И он видел, он видел, как этот народ израильский, как только они вышли с Египта, они начали роптать. Они начали роптать, у них не было воды, они начали роптать, у них не было мяса, они роптали. Когда Господь умерщвлял, и люди погибали, они начали роптать, потому что люди умирают. И они даже начали говорить, что вернемся назад. Зачем нам идти в эту землю, которую мы не знаем? Пойдем назад. Пойдем туда, где мы были и где мы жили. И там написано, что поставим себе начальника. Уберем от этих начальников, которые Господь поставил. Поставим себе. Сами себе поставим начальника. И вернемся в Египет. И они даже хотели побить камнями Моисея, Иисуса Навина и всех, которых Господь избрал. И Иисус Навин видел, что ему не будет просто с этим народом. И появился какой-то страх. Он также видел, как не только простой народ роптал, но он видел, как старейщины народа, те люди, которые были во главе, Корей, Дафан, Аверон, они также восстали против Моисея. И не только они, а еще 250 человек, и не просто человек, их семьи, а людей такие, которые были начальниками в обществе. И он знал, что народ может восстать против него, старейщины могут восстать против него. И в него был страх. И знаете, не только чужие люди восставали против него, но против Моисея. Но даже родные люди, даже Арон, на которого можно было, как сказать, подумать, что можно положиться. Но когда Моисея долгое время не было в стане, и когда люди пришли к нему и сказали, сделай нам Бога, сделай нам истукана, он как-то не воспротивился этому. Он сказал, принесите свое золото, из этого золота он сделал истукан. И потом дальше Мариам и тот же Арон, они упрекали Моисея даже за его жену. И мы видим, что Моисею очень часто, или почти, можно сказать, всегда было трудно с этим народом. И Иисус Навин видел это. Но Господь, перед тем, как передать это Иисусу Навину, Он говорит Моисею, ты укрепи его, ты утверди его, чтобы он был тверд, чтобы он был мужествен, чтобы ничего не сражало него, чтобы ничто не мешало ему, чтобы он уповался на меня, потому что я буду спасать. Не он будет вести народ, а я буду вести этот народ. Я спасу его. Я приведу в ту землю, которую я обещал своему народу. И, знаете, у каждого из нас есть свои трудности, свои переживания. И каждый из нас по-разному должны быть тверды и мужественны в нашей жизни. Начиная, можно сказать, с нашей молодежи, с тех школьников, которых окружает этот мир, которых окружает очень много друзей, которые, может, слышали о Боге, но которые не имеют Бога в своем сердце. И они должны быть твердые и мужественные. Они должны быть готовы всегда дать отчет. Они должны быть готовы, потому что написано, что худые сообщества, они разращают добрые нравы. Даже если наша молодежь, если наши дети, они знают о Боге или знают Бога, мы должны им каждый день напоминать, будь тверд, будь мужествен, когда тебе что-то предлагают в школе, не соглашайся, будь тверд в своем уповании на Бога, не оставляй Бога. Знаете, мы, как мужья, мы тоже должны быть твердые и мужественные в своих семьях, потому что Господь поставил нас священниками в наших домах. И мы будем отвечать. Мы, не наши жены, не наши дети, которым очень часто, может, не нравится, как мы, можно сказать, управляем своим домом, какие у нас правила. но мы, тот же самый Иисус Навин, он написал дальше, что я и дом мой будем служить Богу. Он был твердым. И также каждый из нас, каждый, мы не должны полагаться на своих жен, что они будут руководить. Написано, что жена, мудрая жена устроит дом, но мы ответственны за этот дом. И с нас Господь справит. То же самое, знаете, наши служители, они должны быть твердые и мужественные в нашей церкви, потому что они отвечают. С них Господь будет спрашивать. И апостол Павел Тимофей, он пишет такие слова. Я просил тебя пребывать в Ефесии и увещевать. Он говорит, увещевать, наставлять, говорить. В другом месте, это второе Тимофея, там написано, что проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Нелегко нашим служителям, нелегко. Очень часто в них бросают камни, очень часто на них плохие наговоры, очень часто люди, можно сказать, мы их не слушаем, не слушаем, не слушаем их советов, но они должны быть твердые и мужественные, потому что Господь их поставил и Господь с них спросит. И сейчас перед нами молитва, и мы будем молиться, чтобы Господь просто помог нам знать Его волю для каждого из нас лично, знать, что Он хочет от нас и быть твердым в этом как бы повелении или в этом в том, что Он хочет от нас. И мы должны быть всегда готовы, чтобы Господь использовал нас, потому что на этой земле мы Его руки, мы Его ноги, и если не мы, то кто? Господь желает, чтобы каждый из нас шел и делал Его дело. И будем молиться, чтобы Господь помог нам, чтобы мы всегда любили Его, чтобы мы любили друг друга и не забывали, что Он первый возлюбил нас, Он первый нашел нас в этом мире. Не мы пришли к Нему, но Он нашел нас, Он призвал нас, и Он желает, чтобы мы шли за Ним и чтобы мы не просто шли за Ним, но чтобы мы приносили много плода. Будем молиться. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А весна вновь прекрасная С ароматом цветов нам идёт И хотелось бы знать, ах, какая она Та весна, что искупленных ждёт А весна вновь прекрасная С ароматом цветов нам идёт И хотелось бы знать, ах, какая она Та весна, что искупленных ждёт А весна вновь прекрасная С ароматом цветов нам идёт И хотелось бы знать, ах, какая она Та весна, что искупленных ждёт Слава Богу! Приветствуем вас, дорогая Божья Церковь! Приветствую! Мы очень рады быть у вас в гостях И вместе с вами поклоняться живому и истинному Богу Вы знаете, я так понял, что не только взрослые ждут весны, но и дети Очень хочется весны, и вы знаете, придёт время И придёт весна, которую ждут все христиане Это та весна, когда Бог придёт Взять свою Церковь Вы знаете, но чтобы войти в число Церкви Для того, чтобы быть восхищенным, нам нужно так прожить свою жизнь, чтобы получить венец Апостол Павел пишет Подвигом добрым я подвязался Течение совершил и веру сохранил И теперь готовится мне венец правды И поэтому пусть благословит каждого из нас Господь, чтобы в нашу жизнь прожить так Чтобы получить венец, о котором говорит Писание Песня, которую мы хотим спеть, называется «Венец, награда в небесах» Во мраке ночном, где весь мир засыпающий Зов христиан слышен где-то вдали Боже, греть и все тебя ожидаем мы Верных детей своих в небо возьми Венец, награда в небесах Блаженны чистые сердца По прав святей в них веры, брат Вдали слышны шаги Христа Други наш путь в этом море бушуешь Но впереди виден берег святой Знаю, что там Иисус мой спасающий Знаю, не медлит, придет он со мной Венец, награда в небесах Венец, награда в небесах Блаженны чистые сердца Поправ святей в них веры, брат Вдали слышны шаги Христа Нет, не усну на пути ко спасенью К небу направлю светильник я свой Не заглушит буря зла и сомнений Пламя надежды и веры живой Венец, награда в небесах Блаженны чистые сердца Поправ святей в них веры, брат Вдали слышны шаги Христа Венец, награда в небесах Венец, награда в небесах Блаженны чистые сердца Поправ святей в них веры, брат Вдали слышны шаги Христа Вдали слышны шаги Христа Живемо так, не мов би ми самі Решаем все, не мов би ми одні І навіть не подумати в собі Що Бог Отець дав життя тобі Де ціль в житті шукаю мети Хто це розкаже мені Без Бога не життя На серці сун і пустота Без Бога не життя Мов жити без сонця й тепла Без Бога лиш марнота Бог створив тебе і хоче все Змінить в тобі Твоє життя марне Бажає Він подати все нове Як тільки ти Таси життя своє Де ціль в житті шукаю мети Хто це розкаже мені Без Бога не життя На серці сун і пустота Без Бога не життя Мов жити без сонця й тепла Без Бога лиш марнота Де ціль в житті шукаю мети Я це розкажу тобі Я це розкажу тобі Без Бога не життя Мов жити без сонця й тепла Без Бога лиш марнота Без Бога лиш марнота Без Бог 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 марнота Вы знаете, мы приближаемся к празднику Пасхи. Уже вот две недели и будет великий праздник. И праздник Пасхи, он... Это праздник нашего освобождения от рабства греха. Вы знаете, мы прекрасно понимаем и осознаем, какой ценой нам далось это освобождение от греха, спасение, которое принес Иисус на землю. И вы знаете, в следующее воскресенье мы будем отмечать праздник «Вход Иисуса в Иерусалим». Если мы посмотрим на Евангелие от Матфея, то в Евангелии от Матфея 28 глав. 28 глав. И Бог так распорядился. И вот в этом Евангелии, если мы посмотрим на Писание, то важные вещи, которые нам нужно знать, которые вот Господь посчитал, что вот об этом нужно, чтобы мы уделили больше внимания. И мы, смотря на Евангелие от Матфея, мы интересную вещь находим, что из трех с половиной лет жизни Иисуса на этой земле, последние недели Его, в Евангелии от Матфея уделено 8 глав. Это больше, чем четверть всего Евангелия. И все начинается с 21 главы, когда Иисус, Он стоит перед Иерусалимом и входит в Иерусалим. Это 21 глава. До 28 главы еще далеко. И вот эти последние главы, особенно следующие пять глав, они посвящены буквально двум дням. Первый день, когда Он ходит, 21 глава, полглавы, когда Иисус входит в Иерусалим, когда Он приходит в храм и сгоняет там продающих. Вы знаете, в это время весь город в храме была подготовка к празднованию Пасхи. И буквально за несколько дней мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы легче было людям жертвы приносить туда, уже, знаете, вот как, ну, можно сравнить, возможно, с праздником 8 марта, когда все, кто выращивает цветы, готовятся вот именно на этот день. Именно в этот день надо, чтобы цветы выросли. Обязательно. Если день позже, ты буквально, ну, пролетел. То же самое тогда. Все, кто вот со своими там этими, ну, как бы, supplies или все, что нужно было для жертвоприношения, и приносили в Иерусалим, и город наполнялся людьми. Люди приходили с разных стран, с разных районов, с разных городов. И вот Иерусалим становился все больше, 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 больше. Но вы знаете, что написано, когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение. Я думаю, там и так движение было. Там уже столько людей было, готовились к поклонению, но весь город пришел в движение. Вы знаете, все подготавливались к Пасхе, все побежали узнать, что же происходит. Иисус вошел в Иерусалим, пришел в храм, выгнал оттуда продающих, все, что там происходило. Обратился с речью к людям, и после этого он ушел. Он весь, всю ночь провел молитвы. Написано, что он всю ночь провел молитвы. Это середина 21 главы. Но интересно, что произошло потом на следующий день. В следующий день он опять пришел в храм. И это будет Евангелие от Матфея, 21 глава, написано 23 стихом. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники, старейшины народа. И они начали задавать ему вопросы, и Иисус, он начал отвечать им. Этим заканчивается 21 глава. 22 глава. Потом он поворачивается к людям и обращается к людям, которые его окружали, к ученикам своим. И это проходит 22, 23 глава. И послушайте, как заканчивается 23 глава. Фактически он учит их, он говорит, к нему приходят, задают вопросы, они пытаются его уловить. Вот это место, которое в пятницу было прочитано, что вы как гробы окрашенные, да, то есть вот снаружи кажется все хорошо, но внутри, внутри у вас пустота. И 37 стих, 23 главы. После всего того, что Иисус сказал, я хотел бы, знаете, подчеркнуть, это последнее его присутствие в храме. Последний раз он пребывает в храме. И послушайте, послушайте, что в конце, вот то, что у него на сердце, Иисус говорит, и делится, и говорит всем, кто окружает его. Иисус, Сын Божий, говорит, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и камнями побивающий, посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядей во имя Господне. Представляете, Сын Божий пришел для того, чтобы спасти, для того, чтобы отдать свою жизнь, для того, чтобы восстановить связь с Небесным Отцом, для того, чтобы примирить народ. И он, видя того, что происходит вокруг, видя и понимая, что все стало, вы знаете, традицией, все стало так, что люди не ищут Бога. А он увидел это, что поверхность есть, а внутри нет. И он говорит, все оставляется дом ваш пуст. И 24 глава, первый стих. И выйдя, Иисус шел от храма. И приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите все это? Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Друзья, я хотел бы подчеркнуть очень важную мысль, что Иисус, покидая храм, место, которое Бог предназначил и сказал, здесь я буду обитать, здесь будет мое присутствие, здесь я буду, и люди будут приходить, встречаться со мной. И вот Иисус, Сын Божий, Мессия, стоит посреди храма, и он настолько был уже переполнен вот этим вот волнением, то, что происходит, через несколько дней его разопнут. И он говорит, все, я ухожу, я больше не могу здесь пребывать. Вот этот дом, дом, который Бог хотел, чтобы Бог там прибыл, он говорит, остается пуст. И когда он выходит, удаляется от храма, ученик говорит, ты посмотри, вот это место, о котором, о котором мы так ценим, вот это место, которое мы так заботимся о нем, мы так переживаем, мы хотим там быть. Иисус говорит, видите, все вот это, он даже не называет это храмом, он говорит, видите, вот это все, камня на камне здесь не останется. Место, которое Бог предназначил, чтобы там было место поклонения, которое иудеи ценили. А Иисус говорит, это все груда камней, Груда развалена. Каким образом? Каким образом все это произошло? Иисус сам, Сын Божий, удаляется и говорит, больше никогда сюда не приду. Интересно, что через несколько дней в том же самом месте продолжала так и быть Пасха. Они продолжали, готовились к ней, и прямо перед самой Пасхой Иисус был распят. Друзья, я хотел бы обратить внимание на 1-е послание к Коринфянам, 3-е глава, 16-й стих. 1-е послание к Коринфянам, 3-е глава, 16-й стих. Господь говорит уже к нам, к нам спасенным и омытым кровью Иисуса. Господь говорит, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Разве вы не знаете, что вы теперь храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Друзья, вы знаете, храм Божий, он был местом поклонения Господу. Вы знаете, место присутствия, я уже говорил об этом, место присутствия Господня. Иисус пришел на эту землю, чтобы Дух Божий жил в нас. Жил. Я хотел бы подчеркнуть вот эту мысль, которую Писание говорит. И Дух Божий живет в вас. Вы знаете, когда мы живем друг с другом, когда кто-то живет в нашем доме, то мы постоянно встречаемся, мы постоянно общаемся, мы узнаем, чем мы живем. Вот в этом заключается жизнь наша. Я вспоминаю, когда-то я услышал этот пример, меня настолько сильно очень поразил меня, и этого брата, который рассказывал. Это рассказывал брат, который живет в Америке и работает таркистом. И он лично, я когда услышал, я очень удивился этим словам. Приезжает он домой. Ну, обычно таркисты, может быть, неделю, две недели проводят в поездках. И вот возвращается этот брат домой, и у него были маленькие дети, и сынишка, который был без отца, он бежит к нему. Ну, мама, папа в гости приехал! Вы знаете, с одной стороны радостно, с другой стороны грустно. Когда этот мужчина, он говорит, знаешь, меня настолько коснулись эти слова, я решил поменять работу, найти работу где-то по месту, чтобы не ездить. Вы знаете, когда Дух Святой, Он является гостем у нас, в нашем сердце, и посещает нас по праздникам, каждую Пасху, да, или каждую Пятидесятницу, праздник Пятидесятницы, то это беда для нас. Когда Он, время от времени приходит, когда мы даже не знаем, что у Господа на сердце, но Писание говорит, что вы храм Божий, и Дух Божий живет. Это желание было Божье, это было стремление Божье, чтобы мы постоянно сталкивались, постоянно общались, постоянно радовались вот эту общению с Духом Божьим, вы знаете, получали ответы, получали наслаждение от общения с Ним, вы знаете, вместе радовались того, что происходит в нашей жизни. Вот это было желание Божье, чтобы мы жили с Богом, чтобы мы постоянно были в Его присутствии. Вы знаете, но вот это присутствие и жизнь с Богом вместе, когда мы находимся с Богом, с Духом Божьим, это неотъемленно связано с молитвой нашей. Вы знаете, с качеством нашей молитвы. Это не просто, когда мы размышляем об этом и думаем, это не просто обряд или вот какая-то обязанность молитва. Это становится нашей жизнью. И вот это качество нашей молитвы, качество наше общение с Богом, оно превращается в наполнение нашего сердца Духом Божьим. Мы желаем этого, мы стремимся, мы постоянно находимся с Богом, вы знаете, мы делаем молитву приоритетом, приоритет номер один. Вот так выглядит жизнь с Богом. Вот так хотел, чтобы Господь, Он просто хотел, чтобы это было в нашей жизни, в жизни искупленных кровью Иисуса Христа. Друзья, когда мы ищем Господа в нашей молитве, мы начинаем стремиться к Нему, мы начинаем исследовать, а что бы, Господь, Ты говоришь к нам, мы начинаем стремиться к Слову Ему, мы обращаемся, и Слово Божие говорит к нам. Оно звучит просто в наши сердца, и откровения Божие, они входят и обновляют нашу жизнь, друзья. Вот для этого Иисус Христос как раз и пришел, и мы настолько ценим это, вы знаете, мы хотим получить, мы больше знать хотим о Иисусе Христе. Помните случай, когда после распятия Иисуса Христа двое учеников шли с одного города в другой, они шли в Имаус, и к ним пристал Иисус. И вот очень интересная ситуация произошла, когда два ученика идут, они знали о пророчествах, они знали, что происходило, они рассказывают ему, что было, то есть, в принципе, они знали, они делятся о том, что они ожидали, о том, что, может быть, Бог хотел и то сделать, и то сделать, и то сделать. Но интересно вот, что они находились рядом с Иисусом, но Его не распознали. Не распознали Его. Мы можем находиться рядом с Богом, вы знаете, вот где-то, где-то, но Он может не касаться наших сердец. И только после того, как они имели общение, намного ближе общение с Ним, когда они уже начали ломать хлеб, и они увидели, и глаза их не открылись. Друзья, когда мы близко находимся с Богом, вы знаете, вот тогда мы получаем эти откровения. Для них это было откровение, вот Он Иисус, Он живой, Он рядом с ними. Для них это было, это просто life-changing event, и событие, которое изменило их жизни, взгляд на жизнь, то, что произошло, вы знаете, все стало совсем другим. Они узнали о пророчествах, это было, это было живое слово для них. Друзья, Иисус хочет, чтобы вот это живое слово мы получали от Него, общение с Ним, вы знаете, истинное откровение, которое мы можем получать от Бога, оно является результатом нашего общения с живым Богом. Я хотел бы еще одно слово прочитать. Иоанна 12 глава 26 стих. Здесь написано так в Иоанна 12 глава 26 стих. «Кто мне служит, мне допоследует». Вы знаете, мы говорили о том, чтобы знать Бога, иметь общение с Ним, а здесь написано, кто Ему служит, мне допоследует. И вот это вот слово «последует», вы знаете, очень важная мысль здесь, «мне допоследует». Что значит следовать за Иисусом? Вы знаете, когда мы идем, и мы видим, куда Он направляется. Если Он влево направляется, мы влево идем за Ним. Когда Он вправо идет, мы вправо идем за Ним. И мы постоянно, когда Он меняет направление, мы направляемся за Ним, вы знаете. Мы хотим следовать за Ним, мы хотим идти за Ним. Устремить к Нему свое сердце, вы знаете, вот желать, искать Его. И Он будет вести, Он ведет через трудности, через испытания, через препятствия, которые мы встречаем. Но мы идем за Ним, мы следуем. Вот это слово «следовать» – это не просто вот увидеть куда и наблюдать глазами. А, Иисус пошел туда. А, окей, окей. Иисус пошел туда. Окей. Иисус скрылся за горизонтом. Мы как бы, мы на месте находимся и смотрим, а Иисус ушел, ушел, ушел. Мы уже не знаем, где Он находится. Друзья, слово «следовать» – это сердцем своим направляться туда, куда хочет идти Бог. Это понимать, куда Он хочет идти. Это в сердцем своим следить, служить Ему от всего сердца. Быть в полном послушании Иисусу. Находиться в полностью зависимости от Него. Друзья, Иисус Христос, Он пришел на эту землю не просто для того, чтобы мы умнее стали и понимали, что Иисус хочет сделать в нашей жизни, но откликнуться на Его призыв. Интересно, что у фарисеев, у них уже был разработанный план поклонения. Они узнали, как поклоняться. Они уже объясняли людям, как это сделать. Но интересно, что они прозевали, пропустили самый важный момент. Момент присутствия самого Бога с ними. Он с ними общался. Он с ними хотел рассказать им об откровении Божьем, о том, что Господь хочет сделать в их жизни. Друзья, пусть Господь благословит, чтобы в нашей жизни мы поняли, что Бог хочет жить. Жить с нами. Жить Духом Святым. Не просто приходить время от времени, не просто быть гостем, но постоянно жить с нами. Чтобы мы следовали за Ним. Давайте мы склонимся пред Богом, помолимся об этом. Дорогие друзья, наше служение закончено. Пусть Господь вас благословит. И мы благодарим всех, кто присоединился к нашему эфиру. Божьих вам благословений. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!